Несмотря на то, что мусорная реформа идет уже несколько лет, в Московской области остается ряд горячих точек, которые не дают людям вдохнуть полной грудью. Одна из таких точек в подмосковном Солнечногорске. Именно здесь жители сразу нескольких населенных пунктов регулярно жалуются на запах свалочного газа. Многие и раньше ощущали неприятный запах, но с появлением нового комплекса по переработке отходов Нева их тревоги только усилились. Неужели сортировочный комплекс, который позиционирует себя как самый современный и высокотехнологичный, действительно отравляет людям жизнь? Нева стал 11 комплексом по переработке отходов в Подмосковье. Его открытие проходило с большой помпой. На запуск приехал ряд региональных и федеральных чиновников, которых заверили, что аналогов этому предприятию в России нет. Вы видите, что этот объект с точки зрения приема мусора полностью закрыт. Здесь применена самая новая технология, которая сейчас есть. Это туннельного компостирования. Когда компостирование происходит в закрытых помещениях, вот, и это вообще даже визуально, я не говорю уже про параметры ПДК, не влияет на окружающую среду. Нева позиционирует себя как самый экологичный и безопасный объект. Но так ли это на самом деле? Что скрывается за высокими заборами и двумя кордонами охраны, которые превратили КПО в неприступную крепость? И что именно является источником неприятного запаха, отравляя жизнь всей округе? Проект Всероссийского общества охраны природы Экорейд на протяжении нескольких недель с помощью газоанализатора делал замеры в населенных пунктах, жители которых жаловались на неприятный запах со стороны КПО и на границе санитарно-защитной зоны предприятия. Отмечу сразу, что видно здесь огромное количество строительной техники работает, которые занимаются рекультивацией полигона. И одна из версий наших рабочих, что может пахнуть не только по КПО, но и рекультивация. Все это мы будем внимательно изучать в нашем расследовании, покажем, расскажем. А сейчас у нас идет процесс анализа состояния атмосферного воздуха. Процесс этот не быстрый, да, на протяжении 20 минут сейчас прибор наш будет работать, забирая воздух, проверяя его по различным параметрам для того, чтобы установить, что присутствует здесь, в этом атмосферном воздухе. И самое главное, все-таки найти источник неприятных запахов. Итак, что же показали замеры? Результаты отбора проб в семейном парке показали превышение сразу по пяти опасным веществам. Немногим лучше ситуация в энтузиасте. В разные дни результаты тоже разные. И вот результаты второго отбора проб воздуха готовы. И мы видим то, что по сравнению с прошлым отбором они отличаются в наилучшую сторону. Ну что ж, а мы продолжаем наше контрольное измерение. Сейчас у нас следующая точка. Это въезд на территорию деревни Марьино. Это ближайшая точка, где мы смогли отобрать пробу, поскольку здесь КПП с закрытым, с воротами. Первый раз мы брали на расстоянии 725 метров от КПО. Это была граница санитарно-защитной зоны. Ну а сейчас мы еще больше отдалились от объекта и находимся, как я уже говорил, в связи деревни Марьино. Проводим замеры, посмотрим, какие результаты здесь и насколько они отличаются от тех замеров, которые мы брали в прошлый раз. Очень многое зависит от скорости и направления ветра. Но тут возникает главный вопрос. Откуда дует ядовитый ветер и что мешает простым людям дышать полной грудью? Пообщавшись с местными жителями, объехав всю округу и сделав съемку с квадрокоптера, мы определили тех, кто может быть причастен к выбросам газа, на запах которого жалуются люди. Среди таких предприятий оказался крупный автомобильный завод «Мерседес», расположенный в Поварово. Вот только с недавних пор, согласно информации от самого предприятия, завод работать перестал. Конвейеры остановились, а производство автотранспорта к моменту нашего расследования два месяца как прекратилось. Вряд ли законсервированное предприятие способно выделять ядовитые вещества, да еще в таком количестве, чтобы их можно было уловить газоанализатором в соседних деревнях. Следующим подозреваемым стал комплекс по переработке отходов Нева, начавший работу в начале года. И хотя жители жаловались на неприятный запах еще до его открытия, именно на границах санитарно-защитной зоны Невы газоанализатор зафиксировал самые высокие показатели по вредным веществам. На границе санитарно-защитной зоны были выявлены нарушения по диоксиду азота в 8 раз, оксиду азота в 1,5 раза, оксиду серы в 2 раза, сероводород почти в 4 раза, аммиаку в 60 раз и по формальдегиду в 13 раз. Вместе с жителями энтузиаста и семейного парка общественные экологические инспекторы проекта Экорейд осмотрели территорию комплекса, посетив все производственные комплексы, в том числе и цех компостирования органических отходов, где как раз и может происходить выделение газов. Предприятие работает хоть и круглосуточно, но полностью в закрытом режиме. Да и запах внутри цеха совсем другой. Не тот, что ощущают жители на своих приусадебных участках. К тому же показатели воздуха на территории КПО гораздо лучше, чем за его пределами. Так что же тогда сифонит на всю округу? И почему показатели вредных веществ на самом КПО ниже, чем за его пределами? А сейчас мы находимся на той самой легендарной, известной на всю округу генеральской свалке. Почему генеральской? Да просто потому, что раньше эта территория принадлежала Минобороны. И местный генерал решил устроить здесь свалку. Что сюда валилось, одному богу понятно. Но, судя по виду, можно понять, что здесь есть и бытовые отходы, и строительные отходы, и отходы производства. И чего здесь только нету. Поскольку территория закрытая, никакого контроля и доступа со стороны общественников здесь не было, как-то это приостановить было, ну, просто невозможно. Однако, когда сюда пришли надзорные органы и завели уголовное дело на того самого генерала, он, к сожалению, скоропостижно скончался. Генерал ушел, а свалка осталась. Официально завоз отходов был прекращен здесь в 2013 году. А свалка закрыта постановлением главы городского округа в 2019. Но вот в эти 6 лет она продолжала функционировать, так сказать, неофициально. Серые возщики продолжали сводить сюда отходы. Только посмотрите, сколько хватает, в моего взгляда, все здесь услано бытовыми отходами. Тем самым мусором, который мы каждый день выбрасываем в свои мусорные баки. Только посмотрите, вот реально вот эти горы мусора, которые возрушаются здесь в несколько раз выше человеческого роста. И, как говорят эксперты, они еще уходят и туда вниз, на место бывшего карьера, который здесь выкопали. И здесь вот это вот все безобразие видно, ну вот просто простым взглядом можно понять, какое огромное количество мусора здесь возилось. И, конечно же, сегодня главный вопрос. Кто это будет все убирать? Чей теперь зоне ответственности? И как вернуть этому шикарному, красивейшему природному ландшафту его первозданный вид и конспорту? Вы знаете, что если мы строим где-то КПО, мы обязательно занимаемся рекультивацией объектов, которые раньше наносили ущерб окружающей среды. И в первую очередь речки Родомли, которая начинается здесь буквально в лесах. Значит, мы получили поручение президента, поддержку его. И в ближайшее время мы организуем работу по рекультивации этого объекта. А так, вы знаете, у нас все свалки закрыты, мы не можем просто откуда-то забрать, куда-то привезти. Значит, практически весь цикл переработки того, что здесь накоплено в лесах и в полях, будет проводиться через КПО и силами КПО. Поэтому мы решаем и социальную задачу, и техническую задачу, и экологическую задачу для жителей Московской области. Сегодня здесь уже вовсю идут работы. И сейчас начинается, пожалуй, самая неприятная стадия процессора культивации свалки. Это формирование тела полигона. Что это значит? Сюда приезжает тяжелая техника, которая начинает заново разрывать эту свалку. И формировать многоуровневую структуру, которая позволит качественно собирать фильтрат и поставить здесь систему газоотведения. Поэтому вы понимаете, да, что запах идет не с КПО, а с вот этой рекультивацией генеральской свалки. Соответственно, да, надо до людей довести, что началась рекультивация именно старой свалки. Что, возможно, действительно запах, потому что начали ворошить. Срок рекультивации всего этого безобразия – два года. И, конечно, эту стадию нам надо с вами просто пережить. Понятное дело, что она подразумевает очередные залповые выбросы свалочного газа, неприятного запаха. Но сегодня мы поняли причину появления этого запаха. И самое главное, мы понимаем, что со временем он исчезнет. Причем исчезнет, но совсем. Свалка и правда в удручающем состоянии. Всюду сочится фильтрат, а запах такой силы, что начинает кружиться голова и появляется тошнота. Вот она, многострадальная река Радомля, которая не посчастливилась протекать прямо у подножья огромной несанкционированной генеральской свалки. И что самое удивительное, можно посмотреть, где вот скапливается вот этот вот свалочный фильтрат, и что прямо буквально рядом протекает река. Совершенно очевидно, что часть его, вот этого фильтрата, дряни, которая стекает с помойки, оказывается в водах реки Радомля и разносится далее вниз по течению. И я очень надеюсь, что благодаря всем тем работам, которые сегодня идут на этой несанкционированной генеральской свалке, удастся оградить реку Радомля от того ужасного термогенного воздействия, который оказывался на протяжении двух десятков лет. Экорейд продолжит следить за ситуацией в Солнечногорском округе. Участники проекта будут и дальше делать замеры и регулярно публиковать их результаты. Особенно в летнее время, период школьных каникул и отпусков. Мы внимательно будем следить за ситуацией и обязательно проведем контрольные замеры по окончании рекультивации. Задача – убедиться, что генеральская свалка будет под присмотром и больше не потревожит простых людей, которые вместе с экологией оказались сегодня у нее в заложниках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова